Совсем скоро одним культурным пространством в Самаре станет больше. В городе появится музей истории и стояния Зои и культурно-просветительский центр. Детали обсудили на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной и депутата Госдумы Российской Федерации Александра Хинштейна. Доподлинно неизвестно, было ли это на самом деле, но по легенде в доме 84 по улице Чкалова во время вечеринки девушке по имени Зои не хватило кавалера для танцев. Она взяла в руки икону Николая Чудотворца и стала с ней танцевать. Окаменела и простояла несколько дней. Было это в 1956 году, когда шел юбилейный съезд ЦК КПСС. Историю быстро замяли. Документы до сих пор хранятся под грифом «Секретно». Девушка исчезла, а вместе с ней и половица из дома, к которому она якобы приросла. Дом этот сейчас находится в ветхом состоянии, но его надеются сохранить, чтобы создать в нем музей. С высокой вероятностью могу предположить, что к середине следующего, 23-го года, мы закончим всю эту сложную и долгую формальную историю. Наша задача с тем, чтобы дом, где проходило стояние Зои, был передан под размещение культурно-просветительского музейного центра вместе с прилегающей территорией. И я абсолютно уверен, что это станет еще одним местом притяжения и местом силы. Легенда, а может быть и не легенда, а может быть и быль, поскольку появляются новые документальные источники, известно далеко за пределами Самары. Я считаю, что подобного рода истории, конечно же, нуждаются в их максимальной популяризации. После оформления документов 84-й дом по улице Чкаловой, прилегающую к нему землю, передадут Самарской епархии, которой и предстоит создать там новый центр притяжения. Будет музей, в котором, я предполагаю, что использую современные технологии, интерактивные будут какие-то части, чтобы человек, который пришел туда, мог окунуться в эту атмосферу. Атмосферу не 50-х годов, скажем, Советский Союз и так далее, а атмосферу медсобытий, которые там произошли. Потому что точка притяжения вообще всех вот этих наших действий – это состояние Зои. Территорию вокруг музея и культурно-просветительского центра облагородят. Она будет просматриваться с улицы, вместо заборов – газоны и лужайки. И, возможно, когда-нибудь самарцы доподлинно узнают, что же произошло на самом деле в 84-м доме по улице Чкалова зимой 1956 года. Виктория Шарой, Константин Головин. События.